Управление Министерства внутренних дел – это большая структура со множеством отделов. Все сотрудники работают ради общего дела, безопасности граждан и охраны общественного порядка. Но есть отдел, где не только люди выполняют эту отважную работу, а еще и специально обученные собаки. Речь идет о кинологической службе. Что такое иметь в напарниках собаку, узнала Юлия Погасьян. Сидеть. Стоять. Лежи. Ко мне. Андрей Зайцев, старший инспектор-кинолог Ленинского районного УМВД, пришел в милицию в 1988 году. И уже через 4 года, пройдя обучение в Центре кинологической службы Московской области, стал работать по выбранному направлению. Собак он любил всегда. С самого детства у него были питомцы, и сейчас пес для него – это друг, соратник и помощник в борьбе с организованной преступностью. За всю свою карьеру у Андрея было три собаки. Но первая – русский кокер-спаниель. Его он обучал поиску и обнаружению наркотических средств. Для меня приоритет именно собакой службы. В принципе, дома тоже есть собака, но это домашняя собака жены. Это моя собака. Но, к сожалению, срок службы собаки составляет всего 8-10 лет. После этого кинологи стараются забрать их себе или отдать в добрые руки, чтобы у пса была достойная пенсия. Чуть более двух лет назад Андрей выбрал себе нового напарника Митча. Это бельгийская овчарка. От других пород он отличается невероятной активностью и хорошо подается дрессировке. Митч обучен общерозыскному профилю и предназначен искать преступников, которые совершили кражу или разбойное нападение. Я приехал, там выбежал штук 6-7 этих щенков, кутят, которые все разные, кутят, свертят волчком. Почему-то он ко мне подошел и сказал, папа, возьми меня с собой. Вот как-то так. Вот сейчас мы вместе с ним. Сейчас на службе у Ленинского управления МВД 7 собак. Их обучением занимаются работающие здесь кинологи. Недавно специфика тренировок немного изменилась. Появилось нововведение – кликер-дрессировка. Это механизм со щелчком, который помогает дрессировать пса, не произнося команды «хорошо, молодец». Если собака выполняет задание верно, раздается щелчок, после которого она получает лакомство из рук кинолога. Это помогает избежать такой распространенной проблемы, как нечеткое произношение человека, ведь собака очень чувствительна к интонации. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.